Так, а как вас зовут? Фамилия, имя, отчество, чтобы меня зафиксировать все это дело. Захаров Денис Николаевич. Захаров Денис Николаевич. Смотрите, вас можно там допросить, ехать никуда не надо. Это судья все организует. Мы просто предоставим данные, а вы придете в ближайший суд, который там у вас районный находится, и по видеосвязи судья задаст вопрос. Я просто вахтой работаю, я не знаю, сегодня я здесь, завтра я там. Это понятно. Значит, вы мне скажите, когда вы будете не на вахте, чтобы мне ориентировать суд? Вот сейчас я буду находиться месяц в Петрозаводске. А, ну, я думаю, нормально. Так, значит, для того, чтобы сделать нам запрос, значит, вы фамилию сказали, адрес, куда, ну, какие-то контакты ваши, адрес, то есть телефон 8900... Ну, первомайский суд, квартира. Так, телефон 911-663-1... Да, 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 да. Так, хорошо, ну, какие вы хотите, ну, там, данные подтвердить, что можете подтвердить, чтобы мне как-то суть было? Ну, я не знаю, мы работали, я работал, например, как бы, по договору, ну, не по договору, я официально был у них устроен, 23 тысячи у меня зарплата была. Ага, то есть у вас запись в трудовую книжку внесена, вы у них работаете по трудовому договору? Да, 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 да. Но при этом вы находились в городе Мурманске и также с Арасланом, так его же зовут, да, по-моему? Да, 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 да. Вместе были в бригаде, делали определенные работы? Да, 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 все верно. А на данный момент вы сейчас работаете в этой организации? Нет, конечно, я уволился, мне заплатили 37 тысяч за полтора месяца, поэтому я тоже, как бы, заинтересован, чтобы его наказать. Понятно, то есть вас, получается, тоже обманули, несмотря на то, что вы работали по трудовому договору? Да, да, мне заплатили 37 тысяч за полтора месяца. А в договоре у вас какая сумма указана заработной платы? 23, 23. 23, полтора месяца пополам, а что такая маленькая зарплата? Ну, вот, как бы, по-карельски, по-карелии, вот такая вот, это, вот мне заплатил 37 тысяч. Так, а, ну, примерно так и получается, что за полтора месяца 30... Ну, да, да, ну, как бы он прав, в принципе-то, ничего... Или вы, может быть, договаривались на другую сумму, скажем так, так называемая серая зарплата? Нет, 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 он как договаривались, типа сделка, вот эти вот крыши, да, вот эти камеры, там, что-то, что-то он ерунду какую-то огнал, потом меня, блин, начал и туда посылать, и сюда посылать, так что, короче, не получилось у нас ничего. Потом я приехал в Петрозаводскому, на заправку куда-то меня отправил. А как у вас должность называется по трудовому договору? Ну, не понял. А должность как называется по трудовому договору? Ну, и... как он, блин, по... Электрослесар... Не, не, электрослесар, а... По пожарке, АПС. А вы можете мне скинуть, если у вас есть, ну, сфотографировать трудовой договор, как он у вас звучит, ну, и там запись с трудовой книжки, если она у вас на руках? Ну, трудовой договор я не взял, но могу скинуть этот, с трудовой книжки. А, ну, отлично, с трудовой книжки. Вот, это было бы идеально. Ну, так что... Так, то есть, получается, вас взяли на работу, а когда примерно это было? Ну, я не знаю, ну, когда? Ну, в августе, наверное. То есть, вы у них проработали полтора месяца и уволились? Ну, да, 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 да. Потом я уволился, и... Аслан мне звонит, говорит, я ногу сломал. Говорю, ну, блин. Понятно. А вот эту зарплату, которую вам выдали, вам вовремя выдали или задержали? Ну, они как-то с задержками там... Было это... Не, ну, вот когда я увольнялся, они вовремя мне все выдали, все, все, как бы... То есть, на момент увольнения вас полностью рассчитали? Да, 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 да. Так что, вот это вот все... Хорошо, ну, в принципе, я информацию всю зафиксировал. Вы мне скиньте, пожалуйста, копию трудовой книжки. Ну, я имею в виду, сфотографируйте и скиньте. Я тогда сделаю запрос в суд о том, чтобы вас допросили по месту вашего проживания. Ну, то есть, вас в суд пригласят. И по телевизору, скажем так, проведется допрос. Вы подтвердите, что работали, значит, с тем человеком, которого я защищаю, Расланом, там-то-там-то. Вот работали, да, по трудовому договору, что в такой-то должности работали. Ну, то, что... Вот, блин, у меня трудовая книга-то сейчас, опять же, проблема у меня. Я сейчас работаю, у меня трудовая находится, блин. Ну, ладно, где-то на компьютере есть. Ну, скиньте какую-нибудь информацию, подтверждающую то, что вот вы сейчас говорите. Ну, чтобы мне это заявление, когда я буду в суд готовить, чтобы я обосновал, что вы именно тот человек, который даст важные показания. Ну, а он-то что говорит-то, это... То, что это... А, может тебе что-то сказать, выигрышное дело это или нет? Да дело выигрышное, конечно, выигрышное. Они сейчас тянут резину, не хотят признавать, скажем так, очевидное и заключать мировое соглашение. Ну, якобы сейчас директор в отпуске, и поэтому вопрос с мировым соглашением еще не решен. То, что дело они проиграют, как бы, на мой взгляд, это очевидно, потому что сам факт допуска к работе, в принципе, доказан и не опровергается. Вопрос квалификации, работал он по договору подряда и по трудовому, это как бы оценка суда будет, но, на мой взгляд, тут тоже очевидно, что он работал как по трудовому договору. То есть он выполнял конкретную трудовую функцию, а не выполнял конкретный объем работ. То есть это, ну, очевидно, потому что его бросали сегодня одно, завтра третье. Ну, он нам ни нарядов не выписывал, ни заданий, ничего. Единственное, это давали, просто тоже Аслана жалко, он, блядь, полезно. Я ему, блядь, 10 раз говорю, он меня в одного посылал, работай. Ну, делал я, потом я ему сказал, я работаю на лестнице. Я понял, а вы одинаковую работу делали, или, может быть, разную, как-то у вас там разделение труда было какое-то? Нет, мы устанавливали камерой вот это все. Ну, то есть одно и то же вы делали, ну, то есть, как говорится, по очереди или там как-то? Ну, в принципе, да. Да, да, да. А вот там какая-то история идет со стороны, так называемого работодателя, про какие-то там наркоманы, он там что-то обвиняет. Это что такое, клевета с его стороны? Это я не знаю, это Аслан, там, где-то, что-то, короче, за счет этого я... Не знаете, да? Ну, то есть, с этим не сталкивались? Просто есть такая мысль, чтобы подать заявление по клевете? Ну, как, как, вот мы с ним вместе жили, жили с этим работодателем, ну, я мог выпить там где-то, что-то там. Ну, это как бы делу не относится, это можно, не надо сейчас этого ничего говорить, это как бы, ну, ваше личное, скажем так, делу не относится. Ну, то есть, ничего такого не известно вам, то, что там... Да, 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 ну, говорят, да, что-то говорят, что Аслан там с наркотиками связан, там, там, есть еще такое... А от кого вы такую информацию слышали? Кто, кто вам такое говорил? Это, это был такой человек Антон, поклады бы его называли, блядь, с дредами. Такой, фу, фу, ну, он живет в Сегеже. Ну, ну, это так называемый зам, зам директора, да, Антон? Ну, типа того, блядь, его этот шнырь. То есть, он вам такую информацию говорил, да, а откуда он такой информацией обладал? Вот, и я не знаю, вот этого я ничего не знаю. Ну, значит, просто я к чему это говорю, к тому, что есть мысль привлекать их за клевету, потому что в отношении моего доверителя, ну, такая информация стала распространяться? Вот этого Антона можно, в принципе, привлечь, потому что он, там, маме потом его говорил, и отцу, там, ослал мне жаловаться. Так-то нормальные пацаны, мы с ними работали. Просто я тоже хочу наказать, потому что, блядь, мне тоже, ни хера, за полтора месяца 37 тысяч, что по этим, блядь, там. У меня возникает вопрос. Вы говорите, что, в принципе, вы эту сумму обсуждали, что будет вам, или большая сумма? Ну, обсуждали более сотни. А, более сотни. Ну, да, а когда я получил, ну, у меня, сами же знаете, ну, если я подписался под 23 тысячи... Не, с этим-то вопросов нету, как бы, послушайте меня, с этим вопросов нету. Я поэтому и хочу выяснить, потому что, поскольку эти товарищи себя ведут очень нагло, у них, видите, директор отдыхает, они не могут заключить вовремя мировое соглашение, будут готовиться соответствующие обращения в правоохранительные органы, в прокуратуру и тому подобное. Смысл в том, что они занимаются, на мой взгляд, мошенничеством, которое заключается в том, что они договариваются, не перебивайте, они договариваются сначала об одной цене, да, с работниками, что мы вам заплатим такую-то деньги. Документально оформляют это иначе, неважно, там, трудовым договором, договором подряда, то есть делают фиктивные бумаги, да, и в итоге потом, когда наступает день расплаты, они людей кидают, в том плане, что они не исполняют свои устные обязательства. То есть с вами они договаривались на больше 100 тысяч оплату, а в итоге бумаги вы подписали на 20 там с чем-то тысяч, и они выплатили вам строго по бумаге. Остальное, получается, они вас кинули. Правильно я вас понимаю? Правильно, правильно, правильно. Все правильно. Ну вот я это и хочу как бы услышать, чтобы вот это важно, чтобы вы в суде подтвердили, потому что сейчас мы будем решать вопрос о той, скажем, сумме, которую по суду должны с них взыскать. Почему? Потому что, ну понятно, что документально они будут ссылаться на одни суммы, но по факту будут совсем другие суммы заявлены, потому что если мы сможем в суде доказать, что была договоренность на определенную сумму, а она не была нежащим образом оформлена, соответственно, мы будем требовать именно оплату, которая была договоренность, а не которую они потом задним числом оформляли в виде договора подряда, там, либо трудового договора с вами. То есть вы в суде сможете подтвердить, что с вами за полтора месяца должны были заключить договор и выплатить вам сумму на больше, чем 100 тысяч. Правильно? Ну, как это, это устно было, как вы говорите. Я про это и спрашиваю, что какую сумму в месяц они вам обещали. Да, да, да. Они нам мне дали бумагу, там, камера, столько-то стоит. Например, прокладка кабеля столько-то стоит. У Аслана, может быть, остались эти все эти... Понятно. Так вот, смотрите, у меня такой вопрос. Вот смотрите, они вам дали расценки, сдельные расценки. Допустим, пять камер установил, такую-то сумму. Вот вы, сделав эту работу согласно этим расценкам, получили оплату согласно этим расценкам или просто ту сумму, которую они в договоре прописали? Нет, нет, нет. Ну, я просто физически не мог установить столько камеру. Как бы, я тоже начальнику говорю, я говорю, я не установлю, что ты, говорю, какую-то чушку здесь. Нет, я тебе все нормально заплачу, я тебе все нормально заплачу. Хорошо, давайте вот я еще раз сформулирую вопрос. Вот согласно той работе, которую вы проделали за полтора месяца, согласно сдельно, вам сколько должны были заплатить? Ну, вы же как-то контролировали тот объем работы, который вы сделали? Более 100 тысяч. А, то есть вы все-таки сдельно установили этих камер на сумму, согласно их прайсу, скажем так, более чем на 100 тысяч? Да, да. А вы платили они вам по договору? 37 тысяч. Я просто к чему это говорю? То, что у них якобы оплата сдельная. А раз она сдельная, значит, должны были быть фиксированы вот эти вот объемы, которые вы сделали, и оплата должна была быть по этим объемам, а не то, что у вас в договоре там прописано. А у вас как-то фиксировалось тот объем работы, который вы сделали? Никак, да? Нет, никак не фиксировался там. Потом оказалось, ты должен был мне здесь, ну, типа, фиксировать это все, отдавать там, вот это тоже как писать каждый день. А они как-то фиксировали этот объем работы? Я не знаю, там был у них Антон такой, поклатый. Он вроде как фиксировал что-то, ну, когда я до 11, до 12 часов ночи там работал. А какой режим работы у вас был? Вот это тоже очень важно. Вот, как заберут, так и заберут. Я же говорю, там и до 11 часов ночи работали, и до 12. Он просто говорит, я вас не заберу. Понятно. А вы как на работу приходили? Вот опишите, вот, ваше начало рабочего дня. То есть вы куда-то подъезжали. Ну, на начало работы мы собирались, блин, я уж адрес так не помню. Он дает вот эти вот, как они, карты, где-то, что-то, куда, какую камеру должен поставить. Там у них нарисовано все было. Ну, то есть собирались где-то на складе, где-то в офисе, типа какого-то помещения все вместе. И вам выдавали инструмент, задание, куда ехать, на объект, правильно? Ну, да, да, да. Но нигде ничего не расписывались, нет. Ну, я понял. И ехали, и вот так вот работали. А потом кто-то приезжал на этот объект, и вы отдавали там карточки, инструмент, наверное. Да, как это все происходило? Как рабочий день заканчивался? Ну, обратно все спускали, обратно же в машину загружали, и все. Если, например, не выполнили, ну, там за два-три дня можно было там, ну, где-то что-то там оставляли, на чердаках. А так основные инструменты забирали, приезжали, и мы, да. А вы говорите, в машину инструмент складывали. А вообще, как вы добирались до объекта с места, где вам выдавали задание, ну, то есть с офиса, так назовем? На машине, на машинах. А чьи машины? Ну, ихние, вот эти вот были там, у вас Лада, Гранта там была. То есть машина принадлежит организации, та, которая вас наняла на работу? Да, 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 да. Ага, то есть вас официально, получается, развозили, вы не на общественном транспорте добирались, а вас работодатель привозил на объект, вы работали, а потом вас увозил, правильно? Да, 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 да. Ну, все понятно. Все, спасибо вам большое. Я, соответственно, подготовлю документы, и, я думаю, вас допросят, и ваших показаний, думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы установить факт. Просто тоже хочу наказать его, ну, так не делается. Ну, понятно, но я понял, что у вас есть, скажем так, негативное основание думать про этого работодателя, потому что договаривались об одной цене, по одним условиям оплаты, издельная оплата, а в итоге вас вот так, извиняюсь за выражение, кинули и не заплатили провелом работы. Ну, сейчас, несчастный случай, я про этот несчастный случай, я ему всегда говорил, он меня заставлял в одного работать, типа, ты здесь этот, я говорю, я на лестнице в одного не буду работать. У меня здесь получилось так, что Аслан упал, вот сейчас, с лестницы, а он мне говорил, будешь один работать? Ну, я, как бы, не согласился. Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, по возможности, скиньте мне вот это фото документа. Ну, давайте, не сегодня, завтра я вам все скину. Хорошо. Хорошо. Все. И так, что я тоже заинтересован в этих делах. Ничего нам не выдавали, ничего, мы не расписывались. У нас даже высотных работ ни корочек, никого не было. Ну, понятно. Ну, нет, я понял, в чем работодатель, так сказать, экономил. Просто набирал у людей, никакие, я так понимаю, налоги они не платили, все, серая зарплата. Я сам по себе электрик, я делал все нормально, а пацаны, что он-то со двора их набирал. Понятно. Но, насколько мне известно, через Авито они делали объявление, с Авито набирали. Да, 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 да. Я тоже договаривался на Атмус, ну, как бы, ну, получилось так. Понятно. Все, спасибо вам большое. Он, вроде как, человек-то тоже такой, не последний человек в Петрозаводске. У него есть сузер, комплекс. Дом отдыха в Карьере. Так что, вот, они там, вот. Так что, я не знаю, победите вы его или нет. Да, не переживайте, победим, и не таких побеждали, это не имеет значения. Да. И так победим, и так накажем, что ему мало не покажутся. Ну, и поэтому он себя так нагло и ведет. Ну, это, это, это его проблемы, как он себя ведет. Я думаю, что для него это боком вылезет. То, что он таким образом обманывает не имеет. Жалко пацана, то, что, вот, опять же, где-то что-то один там, блядь. Вот, а вам на будущее совет такой, ну, и всем, кто работает, то, что договорились устно, оформляйте это на бумаге. Да. Если не оформляют на бумаге, соответственно, делайте выводы, что у вас 99,99, там, тысячных, как угодно, обманут. То есть, это изначально они закладывают возможность вас обмануть, то есть, не верьте на слово, тем более, когда, вот, вы сами говорите, такой человек влиятельный, там, свой бизнес, свои связи, и тут он с вами говорит одно, а на бумаге третье. Ну, выводы делайте. Да нет, ну, обидно, меня там туда кидали, потом сюда кидали, типа мне, ну, там, как бы по бригадам, где-то что-то у них не получается, мне кидают. Вот, Денис, исправляй здесь эту ситуацию, я говорю, а как, я говорю, мы с тобой договоримся, мы с тобой договоримся. А такой вопрос, а как вы вообще вышли на этого работодателя, то есть, как, как вы к ним попали? На авито, на авито. А, то есть, тоже через авито, да? Да, 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 пришел, устроился. Больше пожарную сигнализацию делать, ну, буду. Вот, поедем, говорит, недельку поработаем в Мурманске, ну, поехали, вот, полтора месяца там, в Мурманске. Понятно, а жили где в Мурманске? Ну, на квартире жили, трехкомнатная квартира, по два человека в комнате. А квартиру он снимал, или вы сами как-то снимали? Да, нет, он снимал, он снимал. Ну, то есть, а жильем он вас, условно говоря, обеспечил? Ну, в принципе, да. А кушать вы сами покупали, сами все, это, кормили себя? Да, нет, у нас там было 350 рублей суточные. Ага, суточные были, понятно. Да, да, да. За 10 дней нам всегда присылали. 350 рублей. А вот, смотрите, я что-то слышал такое, что они там, как какие-то тысячи, тысячу какую-то платили, вот, тем, кто из Мурманска. То есть, они там сразу зарплату не давали, там, аванс, вот эти все дела, а какую-то тысячу им давали. Ну, типа, на поддержку штанов. Ну, я не знаю, ну, пацаны там трое или четверо там с Мурманска были. Они у него, я так понимаю, они просили, он им там давал, а потом с них это все высчитывал. Угу. Ну, понятно, давал какие-то деньги, ну, условно говоря, чтобы с голоду не умерли и не убежали с работы. Я понял, понял. Да, 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 так что так. Ну, ладно, все, я вам тогда, это, завтра пришлю все на WhatsApp. Все, спасибо большое, очень, как бы, вы важный свидетель для меня. Я думаю, что суд обеспечит возможность вас опросить. Ну, вот, я месяц, месяц я буду отдыхать, так что зовите, там, где-то что-то, я все, все расскажу, подхожу. Хорошо, хорошо.